А знаете ли вы, почему не принято стоять на пороге? Как гласит история, с этим местом в доме связано много странных примет. Например, через порог нельзя здороваться или передавать вещи. Здесь не рекомендуется задерживаться, а следует пройти в дом, пользуясь гостеприимством хозяев. Такое предвзятое отношение к порогу связано с традициями тысячелетней давности у славян, которые были язычниками. Ни о каких кладбищах и похоронах в современном смысле слова тогда не думали, а когда к праотцам уходил очередной родственник, скорбящая семья не торопилась с ним расстаться. Тело покойного сжигали, а прах просто закапывали под порогом жилища. Этот обычай связан с верой в то, что находящийся за порогом родного дома мир считали крайне враждебным, населенным злыми силами. Славяне считали неправильным бросать прах своего родственника на растерзание нечистым силам. Закопав его под порогом, они как бы оставляли усопшего в пределах защищенного круга. За что они могли рассчитывать на благодарность со стороны покойного. Также считалось, что прах предков защищает дом и все семейство от бед и болезней. Поэтому стремились обеспечить усопшим спокойный отдых после смерти, не тревожить их пустой болтовней или иными действиями на пороге дома. Для этого с посторонними общались на улице, а дорогих гостей сразу же просили пройти в помещение. У порога никто не задерживался, чтобы понапрасну не беспокоить почивших родных. Недаром слово «почивший» напрямую связано с глаголом «почивать», что значит «спать», «отдыхать». Но традиция хоронить, сжигать умерших и хоронить на пороге после принятия христианства ушла в прошлое. Усопших стали предавать земле по церковному обычаю на освященной кладбищенской земле. А вот обычай не передавать вещи через порог и не вести пустые разговоры на пороге сохранился до сих пор как отголосок тех древних времен. Новые видео с коктейлем знаний.